И от первого тройки, по-моему, опускаются. Но нельзя же все время писать про войны, тем более, когда кончился, и другие войны. Совершенно мне непонятно, где там не было. Но зато я когда обещал на первом конце, это вот затянулось у меня, простите, оказалось слишком много, я не рассчитал. Песен, более 600, считал только я, администратов посчитали за тысячу где-то. Песен, написанная за 50 лет, если можно так назвать, творчество. Поэтому, пользуясь моментом, пока никто особо не возражает, походу, может, потребуется, я вам все-таки... Лирика же есть, и вот еще потому, что... Я так обещал, что... И начался в Агентстве только потому, что это лучшая часть моей жизни, как бы. Самая короткая, но самая лучшая. Ну, и самая, как-то, плодовитая, по части написанная песня. Ну, что они, дорогие. И еще потому, что... Вот я не тусуюсь в социальных сетях давно уже, нигде, ни в этой памяти, ни в этой. Не хочу никого обидеть. Не хочу, чтобы меня обсуждали, и не хочу оспорить. Я дай бог судиться. Полете, вот мои песни. И пойти, даже можете называть. И все никто не слушает, ничего. Но я тогда сказал, что я хочу... Это все вот мое выступление, вот эти три, да, арт-концерты. Это, по сути, для меня лично, я отношусь к этому очень серьезно. Это вся моя жизнь. И вот, чего я только не читал про себя и где-то чего-то, даже песни бог снизил. Но я... Вот для себя я делаю вывод. Скажи, чем болеет... Что ты поешь, я скажу, чем болна твоя душа. Мне не надо, вот, читать, переговориться в газетах, чего-то каких-то там. Вот скажи, что ты написал. Ну, хорошие поэты такие. Я к меня отношусь... Я на двух нет. Отношу себя к хорошему. Мозгоно-направленному. Это будет понятно, кто ты есть. Потому что я сейчас читаю, вот, опять же, Украина. По Украине, и пишут замечательные стихи. Ну, они ангажированы политически. Ну, чего писать на злобу дня. Вот это терпеть. Не могу, я всегда отказывался писать там всякие. Извините, женщины, к 8 марта начать. Ну, пиши нашим девушкам что-нибудь. Ну, не могу я вот, все эти написали. Улюблю я женщин чужие, не помру их любят. Но писать к 8 марта, поздравление, там, как бы, рождение, чего-то было. Ну, что тут, как-то не залино. Я вам начну с 15 лет, да? Я сидел, отбирал мне, вот, с помощью наших администраторов, друзей. Вернули тетрадь, где с 15 лет, мои песни, стихи, там, о любвях, о соловьях, там. Ну, в общем, я их называю сопли, но это было какие-то нормальные, там, такие, такие. И решил вот закончить хоть вот эти вот затянувшиеся тетрадорские вечера лирики. Вот я начну это. Начну с песни, написанной давно. Но я не помню, я, как сказать, не тщеславен, я не пишу. Написал чего-то, не тут, там, поставил число в любом месте. Ну, вообще, и не имеет значения. Много пропало из-за того, что я писал на салфетках в ресторане, там, с пьедой, там. Кто-то их хранит. Хорошие песни, иногда тот присылает, смотри, что ты там, как писал. А я и не помню, не знаю. Но я не в этом дело. Значит, вот такая песня. И суть всего, значит, тут песня моего, этого, всей жизни. Как и пиграфка всем остатин, которые я хочу тебе показать. Ты меня напрасно не ищи. Внутри кишутного вокзала. Море начинается с причала. Песня начинается с пути. Море начинается с причала. Песня начинается с пути. Песня начинается с пути. И шеренки вверх километровых Позабытых снов и сказок новых И с приветствий встречных поездов, С позабытых слов и сказок новых, И с приветствий встречных поездов. Песня начинается со слов, Не всегда проверенных и гладких, Но пишут их не в школьные тетрадки, И не для оценки знатоков. Пишут их не в школьные тетрадки, И не для оценки знатоков. Песня начинается с любви, Не всегда проверенные и верные струны, Как натянутые нервы, Их не осторожно не порви. Струны, как натянутые нервы, Их не осторожно не порви. Песня начинается с тебя, Если ты с собою не в раздоре, Если ты встречать умеешь зори, Чувствуй, как вертится земля. Если ты встречать умеешь зори, Чувствуй, как вертится земля. А для меня напрасные вещи, С утра реки шумного вокзала, Море начинается с причала, А песня начинается с пути. Море начинается с причала, Песня начинается с пути. В этом, что песня начинается с пути, В пути. Браво! У меня лично трагический смысл, Потому что в пути это все здорово, конечно, Много впечатлений. Но если встречаешь на пути человека, И ты чувствуешь вот всем нутром, Что этот человек вот твой. Может быть, ты этого человека всю жизнь искал по жизни. Вот нашел. Но! Наверное, что положение обязывает. И ситуация такая, Но нельзя остановиться вот. Нельзя пробежать узнать этого человека. И получилась такая песня. Это плод фестиваля. Почему я на фестивале больше не вижу? Во-первых, говорю, Не умру с этим, Что я всегда видел женщин, Но судьба скатывается и так, Что... Нет, женой это меня повезло. Я очень люблю там всю жизнь. И, например, Сорок лет есть. И... Она всегда отсутствует, Потому что он мог себя чувствовать, И чтобы мне не мешать. Она говорит то, что я сейчас вам говорю. Женщины, Я буду тренировать. Хоть это и не было написано, Но это неважно. А это меня будет сдерживать. Честно говоря. Поэтому... Вот эти вот впечатления. Вы прощай. Который раз. Разлучай. Время нас. Надолго. Ты на север. Я на юг. До свидания, мой друг. Надо так. Говорить тебе сейчас, То, что жизнь мудрее нас надо ли. Мы, как добрые друзья, Расстаемся, нас зазрят, С ладами. Я опять на заре. Буду молча курить. За окном полустанки. Считаю. Успугуюсь на том, Что не скажет никто. Я найду я, где потеряю. Я найду. Я найду. Я найду. Я найду. Я найду. Я найду я, где потеряю. Но зачем мы так спешим. И совсем не дорожим встречами Это можно пережить, если мы умели быть вечными Чтоб не таяла свеча от бессонниц по ночам в тишине Может, скорый поезд свой обменять на рай с тобой в хижине Но я опять на заре буду молча курить За окном полустанки считая Успокоюсь на том, что не скажет никто Где найду я, где потерять Скажет мне, какой чудак В нашей жизни, мол, не так принято А я отвечу ему одно Раз не так заведено, жизнь не та Будут мне мои друзья говорить, что так нельзя Ну и пусть на сегмент один ответ Я иду сдавать билет, остаюсь Я останусь с тобой, пусть кто-то другой Скоро поезды версты считает В перестуке колес слышат тот же вопрос Где найдет, а где потерять В перестуке колес слышат вечный вопрос Где найдем мы, а где потерять Где находим и где потерять Я родился в старом доме на революционной постройке Как тут доходные дома, потом коммунальные квартиры Двухэтажные деревянники на Таганке Где во дворе жили все Мужчины все были фронтовиками Я родился в 51-м Первое и второе послевоенное поколение мальчиков Потому что природа устроена так, что мы, мужики, более нежные И чтобы женщины родить сына Мне нужно нормальное питание, кровь над головой Спокойствие, никакой войны Отсюда у нас, да еще Ну и такая, может быть, не очень приятная Но у нас за счет 41-45 года до сих пор демографические права Мальчиков мало Мы всегда попадаем в группу риска Тогда во дворе мне-то повезло Я был один и восемь девчонок Погодки-одногодки все Двоя подружка, ну верно Она родилась тут тоже С 27 февраля Отец у меня был фронтовик Николай Мне Николай, значит Но дело не о том Я лазил в священный двор Там было две девчонки и шесть ребят Дед меня, знаете, лупил тоже через забор Я рвал там сейчас на себя брюки там возле Когда он меня шил, он партнер был прощен Лупил без жалостей А я все равно туда назад Ну что, дочки-матери что-то? Ну я играл на самом деле с ними Где дочки-матери, а там расширец В расширшивке, там деньги-пиды Там было и теорище, чем дочки-матери Ну не важно Потому что ты, естественно Игра забавная, конечно Но ни дочка, ни матерь ее быть не хотят А в овце не гордился по возрасту Поэтому он понимал, что это такое Вообще, на 25 лет не понимал, что это такое Мало кто из этого понимает Пока все это не стало со мной Неважно Значит, вот был дом Совсем другой Вот это не ностальгия по прошлому Я говорил, что многие песни Снотальгия по прошлому Я не знаю У нас в дворе никто не голодал Как сейчас пишут Да, мука по карточкам была Потому что сейчас в страну кукурузы засел В жеке выдавали муку по карточкам Ну не было муки Бабка шла на рынок рогольский Покупала все, что нужно с тобой Отец с матерью воевали Вторая, моей бабки-дочь Тоже воевал, но они на Урале были Службы продолжали А я дед и бабка Не знаю Мне хватало, я нехило груз Саш, вот эти Карапуза, значит Нет, другое я помню Учили в школе, старшего двора Ребят, много-много Очень много Все стальянки Стальянка бандитский район Участковый ходил Семенович Фронтовик, храмовый Старшина Он, смотри, их не трогал Он выходил и дед уже Огно разобил кого-то Или чего-то Дед меня лупил Опять нещадно И всех лупили Нещадно А Семенович, закладчик Он придет, чайку водочки выпьет Все на карту пройдет Вот так И все знал всегда Отбирался родителям Драки происходили Вот Ну, участковый обид На всю токарку Драки были страшные Но не бил никто ногами В кружок встав Никогда Это появилось только в конце 70-х До первой крови Взрослые дрались, мужики Мы нам должны были Когда менты И с криком менты И бросать туда самодельные бомбы Чтобы разбежать Все успели Все берущие А вот собирал Семенович Что-то совсем наряд Того упавшая И туда И все Потом персональные беседы Будут упоминаться В этой песне Другое Жили русские Татары Евреи Украинцы Грузины Армяне Ну Дом 27 Квартира 7 Это в начале было А так 57 квартир Дом такой закрытый Колодец Деревян На первых этажах Коммунальные квартиры Да и Че-то нигде Никто с кем не делил Ничего Никак Когда бабка уходит Куда По магазинам Майка 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 Смотри за моей И да Майка Я-то помню Пошла туда По делам Бабка У меня с этими девками И помоете на город В одной маме Там с этой Наташкой Нас там были Ну че там Пять лет Шесть лет Все Бабка не вернется А дед Дежурил Он был Значит Дежурил Высотки Вот На набережной Ну да В Охровцев Дед Там с утками Дежурил Ну никогда не было Да Дрались С соседними дворами Ну это девчонок Ну это уже зрел В возрасте Так пошел туда Ну дед Лупил Потому что Соседний двор Пошел Ну маленький После 15 лет Меня не лупили Пытался один раз Не получил Два часа плакал В телеволюции Запишите Больше Компальцев не трогать Говорит Дед А дед Бабка Пулачный Боих А я на Москву Реконалас Вот Мудах Тут Смислиц Две недели Без памяти Потом Драки были Но безумные Какие Потом Вся эта компания Собиралась В пивной Или где-нибудь Там И опять Не режут Потому что Нельзя было Соседи Я сейчас В деревне наблюдаю Криненная Ледина За 20 метров На низшей крыше Один по другому Арматуру По башке дал Четвертой группой Валим Седу Четыре года Условно За что Я ему говорю Саша А кто тебя придет Спасать Если ты загадишься Ты же нахуй Поссорил с соседями Через заборы Не Народ Не важно Вот этот дом Ну там все понятно Ну так называют Старый дом Таганская улица Дом 7 Напротив Я советую Сейчас Вы знаете Давно стоит И турецкая фирма Янка Московская Здесь стоял Когда-то дом Деревянный Двухэтажный И народ Жил в доме Дом Озорной И шабашный На 7 Бед Один ответ Сообща Беду Залечен Приходящему Привет Уходящему На встреч Телевизор КВМ Собирала К себе Соседей Четырех Хватало Стер Что Внести Все На свете На дверях Засовыв Нет Приходите Скрасить Вечер Приходящим Привет Уходящему На встреч Не под Старой Ютерей Где скамеечки Теснятся Трудовой Закончил День Суббота Была Трудовая Все Сходились Пообщаться Как дела Твои Сосед Да Пожаловаться Нечем Приходящему Привет Уходящему На встреч Участковый Старшина Знал Про всех И про любого И таганскую Шпанат Я не верил На слово А дворовый Жен-совет Такое было Чем-то Смахивал На вечер Приходящему Привет Уходящему До встреч Веселились Как могли На крестинах Неприметных Всем Двором Справлялись Годовщик После Военных Так и Жили Много Лет Все Ко всем По-человечью Приходящему Привет Уходящему До встреч Так и Жили Много Лет Все Ко всем По-человечью Приходящему Привет Уходящему До встреч Мне очень важно Ваша лекция Когда еще Читаешь За счет своей жизни Верик Война по войной Конечно Любовь везде Нет Это же Нет Жан-бога Приходят и уходят Никто не может Ничего сказать Необъяснимо Ура Так вот Любви Врата Всегда Говорят Значит Было Увлечение Походы Риски Вот как Там В 18 Что ли Дед Меня уже Мог никуда Остановить Можно Откуда Уходили Была Карта У моих Друзей Пятерка Великолепная Таганская Звали Везде Майская Улыбка В кресте Стоять Звездочками Места Моевой Слава Мы Любили Ходить По-волотам После Разлива Майского По-волотам Черт Куда Зарезали Экстремалы Вообще Ну и Походные Песни Вот эти Нескопоходные Песни Я Сбою Говорила Мне Слова Юная Цыганка Про Бабуновых Королей Никаких Надан Все Что Было Трэн Трава Ничего Не Жалко А Про Будущее Все Знаю Сам Все Что Было Трэн Трава Ничего Не Жалко А Про Будущее Я Все Узнаю Сам А Узнаю И пойму Сам Перетолгую Сколько Я Еще Пройду Тропок И Дорог Дай Гадалка Я Тебя Просто Поцелую И Уйду Своим Путем Дальше На Восток Дай Гадалка Я Тебя Просто Поцелую И Уйду Своим Путем Дальше На Восток Я Такой же Как И Ты Странник И Вродяга Все Своё Ношу Собой А Всего Добра Только Спички На Табак Да С Водой Фляга Да Гитара Чтобы Петь Песню Костра Только Спички Да Табак Да С Водой Фляга Да Гитара Чтобы Петь Песню Костра Не Рассветы На пути Алые Загаты Если Можешь Нагадай Не Сочти За труд А Марьяжную Любовь Мне Пока Не Надо И Казённые Дома Тоже Подождут А Марьяжную Любовь Мне Пока Не Надо И Казённые Дома Тоже Подождут Я Устроюсь На Члек На Лесной Апушке И На Утренней Заре В Розовой Тиши Нагадает Мне Сто Лет Вещи Кукушка Не Загрош Не Запятак А Просто От Души Нагадает Мне Сто Лет Вещи Кукушка Не Загрош Не Запятак А Просто От Души Цыганы У нас тоже жили Роза цыганка жила Значит Мы К ней все цыгане приходили Мы двоюсь Гуляем Вообще Таганка Всегда Ставали Дабром Цыгане У них Хорошие Кузнецы У Сыган Всегда Возьмол Шлепки Еще Таганки Делали Это Такая На ножках Там Кипокедилка Над кострами Были Это Дереволюция Еще была Таганка Называлась Таганка Ну А Таганск Позже Назывался Шивый Горь Представить Вот На Шивый Горь Недалеко На Таганской улице Мы Цыгане Так Они Жили Спокой Нормально Не Воровали Ничего Никогда Не уводили Добор Помогали У этой Розы Муж Был Тяжело Ранен Ну Говор Потом Вот Моей Самой Верной Подруге Наташа Панова Коль Николай Панов Мой Стрелковый Рот Раненый А Жена У него Цыган Вот Поэтому Про Цыган Ну И Песни Кто помнит Парабеллы Чебуреллы Везде Присутствовали Цыганы А Здесь Опять Про Цыган Прогадай Ну Объясняй Цыган По Гадай Долю Побродить По Земле Волю И Из Гитары За Плечом Мне Быть Побывать Где Ещё Не Был И Из Гитары За Плечом Мне Быть Побывать Где Ещё Не Был Я Б Песен Написал Горе, я бы с темами не знал, Горе, сто дорог бы прошагал Трудных, и советов не давал нудных, И советов не давал нудных. Бывался бы в ручьях горных, Позабыв о пустяках вздорных, Позабыв своих врагов рьяных, Подобревший от ветров пьяных, Я посланий не пишу складных, И ответов не прошу. Да ладно, но горит моя звезда ярко, И в ночи мне у костра жарко, И в ночи мне у костра жарко, И я еще свою судьбу встречу, Не затеет в рожду вечер, На березовых углях алых, На серебряных ручьях талых, На серебряных ручьях талых. Так нагадай, цыганка, мне долю, Побродить бы по земле волю, И из гитарей за плечо мне бы, Побывать бы где еще не был. Позднее, мне очень нравились романсы всегда, Как-то созвучно все были. Дед мой пел, революционный романс, Шьет на машинке в поле, Я все знаю. Ну, например, сейчас, например, кто-то знает, Ну, все знаю только, учился тройка, почтовая, да? А такая вот, стихи он читал, Прибежали вы, дети, коротя, на мутации. Это он мне на ночь читал, я читал детки. Тяти, тяти, наши сети, Притащили мертвеца. Врете, врете, бесенята, Заворчал на них отец, Ох, уж эти ребята, Ну, извините, что тут, Будет вам уже мертвец. Вот там такие флайсы, Безобразный, труп ужасный, Посинел весь распух, Проходи, если несчастный, Помогил свой грешный дух, Рыболов нельзя отварное, Алиоль не молодец, Илья Граф не вырадит. Ну, я даже не буду, да? Это он мне на ночь читал детку, Который тревать не прошел, пережил. И был грамотным с девяти лет. И знал, что из Пушкина все равно. Ну, и много чего. Или я, кстати, Высоких любовь затерялась, Небогатое наше село. Это вот я говорю о том, Откуда все вот эти ужасы, Которые тут писать, Насчет на алтаре. Ну, ладно. Ну, я и цель романс тоже был, Ну, он такой был. Это уже потом, Проночить попозже. А вы мне утро подарите Костер потушенный, Красой, Прижабень кровшего взените, И запах мяты луговой. А вы мне просто пожелайте Страну, где горе и беда, И, как цыган, Какая цыганка нагадаете, Торогу дали туда. Не говорите мне прощайте, Бог даст, Увидимся опять. И ничего не обещайте, Тогда и я не стану лугать. Вы шаг набросив, Проводите, Пока не встал еще Рассвет. И долгим взглядом Посмотрите Не выходящему Во свет. Туристские походы. Как-то все связано получалось. Романтик нас совершенно по-другому Как-то воспринималось. В 20 лет. В 16. Ну, опять же там, Как-то я, наверное, Романтика тянула. Хотел быть геологом, конечно. Что-то у меня покойный геологом было. Но как-то вот, Что-то Еще больше хотел я быть танкистом. Ну, не важно. А тут романтика. И уж совсем я Романтик не пускал бы в Афганистан. И они Первые добычи в рога становятся именно они. Мальчики, 19 лет, Почитавшие книжек Про героев гражданской войны. Романтика кончилась. Пока война идет, Небольшой романтики нет. Вот такая песня. А тут еще походы, Костры, Девушки, Палатки, Гитары, Портвейк, Вот туда купили. Дорогое удовольствие. А 82 плодово-выгодные, 82 плодово-выгодные, И 82 плодово-выгодные, Вот такими, Тушительными, То и дело. И бог еще курили, И похорми, Чуть-чуть, Наркотики, Горили только идиоты, Того, На что угодно. Умудряются, Дубовым листочком, И довольны, Как говорится. В пламе костра, Подождите души, Лучше добавьте огня, Мне еще многое надо спросить, То, что напротив меня, Прежде чем новый отправится тут, У солнца по небу скользя, Мне еще надо в глазах заглянуть, То, что напротив меня, Прежде чем новый отправится тут, Солнца по небу скользя, Мне еще надо в глазах заглянуть, То, что напротив меня, Еще многое надо узыну спеть, Звонкою дай уходя, Самую лучшую песню допеть, То, что напротив меня, Прежде чем бросит дорогу опять, Пыль под копыток коня, Самое главное надо сказать, То, что напротив меня, Прежде чем бросит дорогу опять, Пыль под копыток коня, Мне еще многое надо сказать, То, что напротив меня, Пламя костра, погодите, тушите Лучше добавьте огня Мне еще многое надо спросить То, что напротив меня И на чуть-чуть отодвинув рассвет Выпросить время у дня Чтобы услышать и громкий ответ То, что напротив меня Первый раз появился в фильме Семь девятой семи братьев Ковбойский лестерн И потом появился великолепный Я в седьмое вошел в классе Раз в двадцать ходил Обманывали тёшу Берешь билет, лёшь в школу, билет на утренний сеанс Такой, зайдись в копейку А потом в толпе, ты на лобишке И где-нибудь там в тупичке Выгоняли, но не лёшь Сейчас, наверное, не ходили Все таганка обрылась наголо А в этот момент всех ковбелицев набирал Все обрылись наголо Чика, Крис, все эти, вот эти В общем, ковбой Песня появилась Потом Генрид появился Гойка Метища Еще много-много-много Все эти славные ковбои и дейцы Песня Песня ковбой Не знаю, насколько это соответствует Ну, а этим собирательный образ ковбоя Я брал из американских фильмов такие Драки, стрельба Драки, стрельба Песня ковбой Песня ковбой Песня ковбой Песня ковбой By в своему огня Ждут ковбой Зождалась меня, наверное, И стучат копыток по камням А девчонка из ставерны Зождалась меня, наверное, И стучат копыток по камням Если надобегается глаза Если потемнели в небесах, Мне до дома путь не близкий, Наливай хозяин виски, А коню хорошего овса. Мне до дома путь не близкий, Наливай хозяин виски, А коню хорошего овса. Со столом в товаре не шурка, Только я один совет вам дам, Если вы излишне нервны, Я всегда стреляю первым, Или просто крошкой по зубам. Если вы излишне нервны, Я всегда стреляю первым, Или просто крошкой по зубам. А колбои всюду говорят, Не найди отчаянные ребят, И я хозяин диких прыг, Если кто-то мне не верит, Отойди шагов на пятьдесят. Я хозяин диких прыг, Если кто-то мне не верит, Отойди шагов на пятьдесят. Ярцогрива рыжего коля, Песня вдаль уносится моя, Сверху солнце золотое, Улыбается комбою, И дорогой тянется пыля. Сверху солнце золотое, Улыбается комбою, И дорогой тянется пыля. Сверху солнце золотое, Улыбается комбою, И дорогой тянется пыля. Сверху солнце, да. Там потрясающий совершенно рассказ, Очень трогательный. Но надо просто знать, что мустан, как и мог его не приручить, его можно сломать. А чем он ценится? Один на тысячу мустан, он везде существует. Даже у монгольских лошадей там везде. Ход у него совсем другой, очень плавный, Потому что он ноги по-другому переставляет, чем обычная лошадь. И особенно ценился, он во все века вот такой и находится. То есть на нем не трясет. Вот ему было принято, Дорогие бешеные бабки стоили женщинам дарить. Женщины ездят сбоку, там сидят, ноги свесят. Не трясет, ничего себе не отбиваешь. Но приручить его нельзя. Как и вообще нельзя приручить ни волка, ни дикой лошади, никуда. Сломать можно, но тогда у тебя не будет и собаку. Даже не только волка. Собака, друг, когда у тебя принимает, как вожака стоит. Как своего хозяина. А они, как невзоры, хорош книгу написал, Что из лошадей мы делаем вообще черти кого. На самом деле, как и рассказывают, Сказку Плачевов, там цирковые братья, там все эти. Страшное дело, дрессировка. Не дрессировка, только такие принуждения, Выполнение желаний человека. Но не важно. Никто не знает, кончается тем, что за иноходцем охотились. Охотились долго. Двое поглялись, там, на какую группу свою денег, Что я его отловлю, один из бедных. Тот говорит, нет, что-то погляли. Его отловили. Сначала отловили его подругу, И слабунали их лошадей. На подруг применили его, связали, схватили. И клеймо поставили. И клеймо на него. Но он вырвался. За ним погнались, там, к краю щели был. И он бросился в ущерб. И лежал мертвый, клиненый, но схопланный. Это находится. Песня «Мустарка» называется. Песня «Мустарка». Песня «Мустарка» Не согласен я с неволею, А людей возим тем более. Не согласен я с неволею, А людей возим тем более. Я мустар, как же людям не понять, Что меня им не купить и не продать. Если только, если только захочу, То быстрее ветра поскачу. Только этот парень с кольтом на боку Раскрутил тугой лаз на скаку. Свист веревочной петли и меня не сберегли Ноги быстрые мои. Парень тянет свое ласо, что и силы, Но он считает, что мустарка победил. Над обрывом замер я шевестистная петля, Подо мной каменистая земля. Над обрывом замер я шевестистная петля, Подо мной каменистая земля. Пираты, как раз, как раз, как раз. Вы понимаете, что там, где ковбои, там и пираты. Как-то это все неразделимо. Пираты, ковбои, ковбои, бандиты. Ну, вся тарганка играла ковбоев, когда уже были пираты. Все это такое прочее. Все от самого Велика начали. Про пиратов. Вот, кстати, мало кто знает, а вот Юра, наверное, знает. В истории военно-морского флота России были случаи, когда отдельные корабли пиратствовали по многу лет на морях. Или кольцарствовали. Мы уходили и... Я задумал, не понял, как называется, но историческое Вено. Свободное плавание. Их ловили, их искали. Но это романтика и тоже та же самая свобода, правда, относительно. Все, но свобода о них, за счет других, но это... Но не важно. Это все равно пройденный темп в моей жизни. И хотел с ужасными пиратами. Подробностей я, конечно, не знал. Фильм, какие-то книжки читал, смотрел. Обожал. Одиссея, как там была романтическая история. Вот такая... Ну, это вот для него прикольно написано, значит. «Социальная пиратство» называется. Любовь и... Летейское пиратство. Мы сейчас узнаем, почему. Потому что... На сердце династии, холодный туман, Тоска, что разживет у двери. Живет моя радость за тридевять стран, За тридевять синих морей. И мне до нее не добраться никак, Не выиграть в споре с судьбой. Я капельством занят в литейских морях, Где каждому каждый чужой. Я капельством занят в литейских морях, Где каждому каждый чужой. А смертью я в мою выдам, Как будто патент, И, значит, корсан обречет. Как гонячи и мчи, королевский корвет, Моей бригантине в догон. Как гонячи и мчи, королевский корвет, Моей бригантине в догон. Я очень устал от контузии рад, Мой голос захрип от команд. А где-то далеко за тридевять стран Ты дремлешь под пеньем цикад. Ты дремлешь, не слыша, как пушки ревут Судьбу мою в клочья кролят. Но я, погибая, тебя позову, Любимая, помни меня. Но я, погибая, тебя позову, Любимая, помни меня. Меня жить по законам людским не хотел, Я сам себе выбрал игру. Походную старую песню запел И шпагу привесил к ветру. Пусть чайки кричат, Как бойкого корабля, Суля неудачнику плед. Но реет на мачте Косынка твоя Пиратскому флагу взамен. Но реет на мачте Косынка твоя Пиратскому флагу взамен. Один против стаи И справится волк. Какой же закон у людей? Прости, я за счастьем пробиться не смог. За три девять синих морей. Уже и палач разминает плечом И лязгают цепи оков. Я гибну, но славится имя твое Отменим по веки веков. Я гибну, но славится имя твое Отменим по веки веков. Чистый пиратский цикл, Чистые пираты без всякой любви Или без всякой романтики И социального фактора Не предав мечты о вольной воле И не разуверившись в себе. Жентельмены, кто пойдет со мною в море Кто не хочет больше ползать по земле Жентельмены, кто пойдет со мною в море Кто не хочет больше ползать по земле Под покровом сизого тумана Мы выйдем в погоню за мечтой Жентельмены, выбирайте капитана Поднимайте черный выпил над водой Жентельмены, выбирайте капитана Поднимайте черный выпил над водой Пусть удача встретится от важных Сто чертей в подмогу паруса Жентельмены, это судно будет наше Пушки к бою, канонировать по местам А ворванцы, сброд многоязычный Здесь одно лишь мужество в цене Жентельмены делим поровну добычу Капитану полагается вдвойне Жентельмены делим поровну добычу Капитану полагается вдвойне А потом плати за все без сдачи Что пропьем на море, то живем Жентельмены, это женщины удача Вместе с нами барбадосских и щитаром Жентельмены, это женщины удача Вместе с нами барбадосских и щитаром Ну а коль она окажется неверной До ее напрасно не гляня Жентельмены, кто пойдет на Рим первый Черт возьми, давай начни палач с меня Жентельмены, кто пойдет на Рим первый Черт возьми, давай начни палач с меня И не то, чтоб жизни было жалко И ее отпущено вполне Жди меня, зеленая русалка Я свои закончил счеты на земле Жди меня, зеленая русалка Я свои закончил счеты на земле Спасибо Браво Опять большое спасибо Будто записали мне вообще Это Дениса Давыдова Это Лермонтова Отмязевства И размышления человека Лет восемнадцати, девятнадцати Наживающего в таганке И жалеющего о том, чтобы создать Есть бандиты, есть валюты запройные Много еще есть Надежные друзья тоже есть А вот этого нет Что за жизнь? Ну и что за жизнь? Вот звук Песни старых Их же давно перевелись На Руси гусары А все же зря А все же зря А все же зря Что нет теперь гуса И не встает давно заря От перезвон гитара Ах, как же зря Как же зря Как же зря Что нет теперь гусары И не встает давно заря Под перезвон гитара Двадцатый век Двадцатый век Проспекты городов А мне бы ночь А мне бы снег Да пару рысаков Но я в метро тащусь домой На станцию Таганская А мне бы цыган Шапаш ночной Да дочку капитанскую Ах, как же зря Как же зря Что нет теперь гуса И не встает давно заря Под перезвон гитара Как же зря Как же зря Что нет теперь гуса И не встает давно заря Под перезвон гитара Чтоб голову дурманил Хмель До самого рассвета И что утром На дуэль Под дуло пистолета А мне бы доброго коня Серебряные шпоры И чтобы дамы На меня Глядели За шторы Как же зря Как же зря Что нет теперь гусары И не встает Давно заря Под перезвон гитара Как же зря, как же зря, что нет теперь мусора, И не встает давно зря под перезвон гитара. Идут рамаги до такси, высвечивают фары, Но как шоферы не просили, он и попчится к яму. Как же зря, как же зря, что нет теперь мусора, И не встает давно зря под перезвон гитара, И не встает давно зря под перезвон гитар В любви и пуши знали только поэты и демоширы Тогда вставал мусарский полк на зимние квартиры Как же зря, как же зря, что нет теперь мусары И не встает давно зря под перезвон гитар Как же зря, ох, как же зря, что нет теперь мусары И не встает давно зря под перезвон гитар Ну, гусарный народ не верный, нет, родник не предан, не договоришься А вот любой морковь, ну, как-то гусарный, не очень получается И не получается вообще, потому что долг превышен Ну, главное, знакомо Ну, вот прощание мусара, вынуждено, форс-мажор такой Уезжает только, потому что призыв полк явиться Прощается с женщиной, которая в данный момент находится Пытаясь изглазить этот такой трагический момент Делает это, ну, видите, там, грубо посол Долфонский Ну, некогда, родину зовет, афронику войну Я устал от потрепанных истин От пустых непонятных речей Ну-ка ветер разбойничает Застоявшиеся тройки моей ноги Пусть помчится по снежному полю Через злую пургу и недель На свободу, а может, в неволю Только чтобы подали отсюда На свободу, а может, в неволю Только, может, подали отсюда Наблюдая посмешное бедство Вы не жмите скупую слезу Все я вам оставляю наследство Только душу с собой заберу Не поможет ни муж, ни духовник Не согреет молитва постель Я теперь вам, моншер, не любовник Я уехал далеко от снег Я теперь вам, моншер, не любовник Я уехал далеко от снег И другому в беседе занятный Вы припомните вдруг о мне Дескать, был он такой непонятный Как видение При внутреннем сене Мне плевать я по снежному полю Улетаю за тридцать земель На свободу, а может, в неволю Только чтобы подальше отсюда На свободу, а может, в неволю Мы только чтобы подальше отсюда Немного Значит, вот эта беззаботная юность Которая постепенно Тихоинность тут, работа Ну и тоже этот таганский И все силы У каждого, наверное, приходит свой чай Когда он сокровенно из памяти берет И отключившись полностью От повседневных дел Мы исполнили молодость И кто чего успел Подружки, да гуляточки Вмельная голова Да сбубят сами саночки Да жаркие слова Отбегалась, отпрыгалась Сиренью от слева Черебухой осыпалась, полынью заросло Черебухой осыпалась, полынью заросло Друзья, мы были преданы С врагами беспощадными Девчонки наших ветреных Любили безоглядно По жизни, как по лестнице Все выше нас несло И до сих пор не верится Что все уже прошло А было Подружки, да гуляточки Вмельная голова Да сбубят сами саночки Да жаркие слова Отбегалась, отпрыгалась Сиренью от слева Черебухой осыпалась, полынью заросло Черебухой осыпалась, полынью заросло Ох, сбрехнуть бы нам копытами Тряхнуть бы стриной Куда уж там с гастритами Да с ранней сединой И все сильнее манят нас К покою в тишине И вот спим мы на собраниях А видится во сне Подружки, да гуляточки Вмельная голова Да сбубят сами саночки Да жаркие слова Отбегалась, отпрыгалась Сиренью от слева Черебухой осыпалась, полынью заросло Черебухой осыпалась, полынью заросло Звучит песня, которую я всегда любил Очень… она написана уже когда принял Зойдет за тридцать наверно Таган перестал существовать Там бог сейчас застроили Дети места, боевой слой Крутится, вертится, крутится, вертится Крутится и вертится шар голубой Просто не верится, просто не верится Как мы давно это пели с тобой Глупо надеяться, ну глупо надеяться Юность далёкая снова попасть Там, где по-прежнему крутится и вертится Шар голубой и не хочет упасть Там, где по-прежнему крутится и вертится Шар голубой и не хочет упасть Где эта улица? Где эта улица? Где эта улица? Где этот дом? Сердце надеется, сердце волнуется, а когда-то кого-то влюблен Так получается, жизнь не кончается в старом забытом саду городском Так же, как в юности с кем-то встречается, юная барышня вся в голубом Так же, как в юности с кем-то встречается, юная барышня вся в голубом Крутится-вертится, крутится-вертится, крутится-вертится шар голубой Что-то забудется, что-то изменится, только немогленность наша с тобой И как молитву я песню забытою, все повторяю, что за напасть На старой гитаре играю о шаре, как кавалер-барышню хочет украсть На старой гитаре играю о шаре, как кавалер-барышню хочет украсть АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что вместе росли, и в каждом возрасте есть свой пресс Они были хорошие, красивые девчонки, и мы даже собирались Один раз или два после школы, после окончания, один или два Тогда была написана песня Это год, наверное, 70-й, 58-й школу закончена Потом, 40 лет спустя, после окончания школы, собирались Раз, два, три, но уже сил не было, гуляли на гости Ну, а песня, 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 вторая встреча после школы А мне никому не собирались А в тесном дружеском столом А где-то по свету мотались А стали встречи, но потом Да мы, конечно, постарели Всего каких-то паралек Еще для нас поют копейки Еще для нас встает рассвет Да мы, конечно, постарели Всего каких-то паралек Еще для нас стучат копейки Еще для нас встает рассвет А за окном горят пожары В московской осени сады А ну-ка, друг, возьми гитару Споем, как раньше пели мы Потом приснем вино по кружкам Сказав, как водится, за жизнь И ничего, что все подружки Давно семьей обзавелись Потом приснем вино по кружкам Сказав, как водится, за жизнь И ничего, что все подружки Давно семьей обзавелись Утопнишь тонкою девчонку Зря вставала, как до Москвы Налипал цветастую девчонку И сень не ветер, а за одной Она теперь как будто мама Кому-то верная жена Но почему же так упрямо Все вспоминается она А, впрочем, все это пустое Ушеблял святой дарь Открыли просто мы с тобой И ведь и радость, и печаль Открыли прошлого картинки Сегодня повод есть такой Давай, дружище, по старинке Тихонько вздрогнем по одной А хоть и прошлого картинки Сегодня повод есть такой Давай, дружище, по старинке Тихонько вздрогнем по одной Аплодисменты. Батюшка хороший, лет 35, у него четверо детей, бездомных, еще там все-таки он. Но я разговаривала с ним на рангах, но никак не мог. А что понимать по слову патриотизм? Как вас понимать? Патриотизм нельзя воспитать. Понимаете, он с молоком матери всасывается. Слово патриот – не русское слово. Абсолютно. Как воспитать людей от 12 лет, до 40, почему-то патриотизм? Церковь не может. И патриотизм – это не только. Но, как сказал поэт, это любовь к отеческим граммам, в том числе. К Родине. Родина – это совсем не Советский Союз, даже не Россия. Родина у меня потомствует. Ну, конечно, меня никто не пристроит. Прадед мой был казаком донским, а бабка была казачкой. И она мне рассказывала, шанс его была фамилия. И она рассказывала, как было раньше, всю жизнь была традиция. Вот на дону казачка, там, убор хлеба идет, чего-то, она беременная. Вот она, ну, как раз, осталась где-то под копной, да, пуповину перегрызла, замотала веревочки, замотала, покажем, ребенка туда, мыла его и подкопнула. А когда возвращается домой после каплика, после полевых работ, она эту пуповину зарывала под первой ступенькой крыльца. Это древние, это не только древние русские обычки. И где бы человек не воевал, казак, за кого бы не воевал, он знал, а вот там, где пуповина зарывала. Кстати, пуповина вот эта вот самая, ну, со всеми другими там, 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 родина называлась, друзья. Это то, что человек связывает с матерью. И поэтому, когда говорят человеку, да он пуповиной связан вот с этим-то или вот с этим, пуповина может быть связана только с твоей матерью и с родиной своей. Поэтому, я не понял, как может воспитать патриотизм одним словом Божьим? А вы, говорят, скажите, какие героические ходы? Ну, не видел на моих глазах никакие героические ходы. Никто ни в полку, ни вон, да. Гибли ребята, наверное, как на войне гибли, без особых героических. Ну, зачем рассказывать, выдумать какие-то эти штуки, значит... Ну, вот я, говорю, давайте я вот эту песню, которую сейчас пою. Тут подходят там, голове солдатик, все угодно, а там пусть думают. Потом мы сошли с ним в одном, что он патриотизм, надо воспитывать своим примером. Ладно, согласен, воспитывайте. Ну, вот эти песни, как бы... Бож, что не захотел. Про войну, зачем про войну? Ребятам, которые верят в Бога. Не надо фанатку выпускать, опять готовить. Защищать в этом должен Родину. Я говорю, что солдат, профессионально, обученный, убивать. Не так? Я собрал, что не будет. Хоть... То есть, что солдат, который не может, он не солдат. Зачем ему призывать? Родина защищает, защищает свой дом, свою семью. Там, те места, где предки, своих ближних рук друзей. Вот и все. Неправильский сеченскую трубу завтянут. Тут патриотизм воспитаешь. Поэтому... Вот чего я. Вот эта песня. Опять о любви. Но мне было лет 15-16. Я до сих пор не найти. Мне подсказали кто-нибудь. Матусовский, да вы? Нет. А, нет. Матусовский. Я просто... Ну, я читал. Тогда журнал «Смена» выходил там. В конце были песни. Хорошие, нормальные, с нотами. Я тогда учился играть на бояне. Четыре класса закончили. Ночень. Вот это я помню. Только забыл, как они называются. Но мне понравились слова. Мне 15-летний. Ну, там первая любовь была. И выбрали слова. И много-много лет спустя я взял... Ну, там три-четыре фразы. И дописал сам. Занимался таким плагиатом. Ночень. 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 Значит, вот такая вот песня. Более поздняя. Плач. Ты. Ты. Опять. В губах троинку вертишь. Голову чуть на бок наклоня. Ты. Опять. Мне веришь и не веришь. Смотришь без улыбки на меня. Ты. Опять. Мне веришь и не веришь. Смотришь без улыбки на меня. Мой веселый шор Христопада. Ничего не надо говорить. Вечерее и прощаться надо. И никто не хочет уходить. Вечерее и прощаться надо. И никто не хочет уходить. Пусть не наш с тобой этот вечер. Ты. Сам решишь мать. Зовет тебя с крыльца. Только ждать. До следующей встречи. Не желают руки и сердца. Только ждать. До следующей встречи. Не желают руки и сердца. Мне надо хмуриться и Богу. Прятать глаз. Отчаянную грусть. Чем тебе покляться не дотрога. В том, что обязательно вернусь. Чем тебе покляться не дотрога. В том, что обязательно вернусь. Не в силах я найти ответы. Как собрать нечаянно могли. Все тепло ромашкового лета. Плечи загорелые твои. Все тепло ромашкового лета. Плечи загорелые твои. Из стопа легко прощебродят. Прячет лето в пестрых тюрьмах. Узкою тропинкою уходит Девочка с тропинкою в губах. Значит, деревенский цикл у меня есть такой, деревня Власево, у меня весь мир в деревне. Это не Москва, а не под Москвой, это просто деревня Власево на берегу очень красивой, горной, реки Осетов. Ну и вот эти песни о том, что было, но до сих пор снится. Промчалось лето, жаркое и шальное, Ушло тепло со скошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою У двух заветных старых тополей. А мы стоим, прощаемся с тобою У двух заветных старых тополей. Костер погас, и песня не допета, Пусть нужных слов еще немало есть. Но мы молчим, промчалось наше лето, Когда еще увидимся, Бог верит. А было так, вначале было слово Неуловимо, легкое, как дым. А все, что дальше, в общем-то, не ново, Не осуди, и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново, Не осуди, и будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты, И что хотелось каждому сбылось. Мы лишь во дно с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Мы лишь во дно с тобой не виноваты, Что слишком быстро лето пронеслось. Я посреди деревни на рассвете Прощусь целуй кончики, ресницы. Пусть плетут досужие соседи Про нас еще одно из небылиц. Пусть плетут досужие соседи Про нас еще одно из небылиц. Нас разнесут по городам и весел, Шальные стрелы скорых поездов. И все, что было осенью занавеси, Тяжелые шторы сизых облаков. И все, что было осенью занавеси, Тяжелые шторы сизых облаков. Промчалось лето, жаркое, шальное, Ушло тепло со скошенных полей. А мы стоим, прощаемся с тобою У двух заветных старых тополей. Вот. Юра, а где Юра? Сколько времени? Пять минут. Пять минут осталось. Так, тогда я сейчас пою одну песню, потому что была швозьма здесь от старого боевого товарища. Она про Афганистан. Я не хотел петь, но обещал, что останется время. Я спрашиваю, что песня тяжелая, а? А какого-то вашего? Да нет, тяжелее, у меня жена ее не любит, страшно. Ну, не важно. Просьба, если просьба. Ну, настроение хорошее. Ну, не знаю, ты доказывал, ты за все можно отвечать. Ладно. Хорошо, вечер. Черт, вечер. Не надо. Прости, что я добежал до вражеского зота, За сто шагов в прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе, В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах и в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку. Прости за лучшие года, возможно, и с другим. Прости за то, что никогда никто не повторил. А тот студент, соперник мой, очкарик, книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья, покаяться за брата. Прости их, нежная моя, они не виноваты. Что не спасли, не сберегли, поверьте их вина. Они совершили, что могли наверх. Зима война. В одной шеренке, в снеге, под пулями душна. Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражи, пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражи, пулемет, и что не добежал. Афганистан. Спасибо. А закончить, может, наш сегодняшний вечер. Я хочу то убийц, а то иначе. Я не говорил и буду говорить. Террот не хватит, я уже давно это понял. можно еще целый год, чтобы спеть все и все рассказать. Я самое главное. А главное для меня вообще это. И вот в нашей встрече, в нашей группе, в нашем знакомстве, для меня другая является, я много еще человек из Афганистана, и то, что у меня друзей столько разных почти, и что там песни поются. Ну, в общем, заединщиков столько оказалось, по душе людей, знающих. Самое главное. И я закончу, поэтому хочу тем, чем начал. Как и обещал, пою песню, философскую посуде своей. Потому что, знаете, я уже начал об этом говорить. Как-то вот покорителями какие-то с ним. Мы не можем справиться, значит, с нашими прадителями никак. Вот покорять Москву, Иверест, пустыню, море покорять. Чего покорять? Ну, как вы, у нас мать сыра земля, как ты ее хочешь покорять? Ну, как ты, муравей несчастный, который себе подобных уничтожает способность тысяч. Чего ты покоришь? Залез на город. Ну, слава тебе, молодец, экстремал. А нет, прыгнул с нее, полетел без парашюта. Ну, тоже экстремал, ничего не осталось. Усея на горе с костями. Снимаем шапку перед мужем этих людей. Ну, чего ты покорил? Горам-то миллионы лет. Миллиарды лет. А ты букашка, и век твой вообще не заметен. Чего-то мы там внизу шустрим, воюем там, чего-то друг друга бежим. Куда-то лезем, залезли на горы, покорили. Флаг поставили. И что? Ну, один, одна лавина, и нет ни тебя, ни твоей дивизии, как в Афганистане было. Как в Саланке гибли, там, по 300 машинкам. Ну, чего ты покорил-то, кого ты покорил? Сам себя, наверное. Преодолел сам себя. Здорово. Преодолел. Ну, я вот из философного размышления, что у меня память осталась. Вот, когда мне батюшка говорила, ну, что, подвиг какой-нибудь. Ну, какой подвиг? Ну, я могу рассказать героям Советского Союза, которые совершенно ни за что получили, по разнарядке. Не совершая никаких подвигов. Могу штабов, ну, их штабов их назвать, переменам, которые совсем не дали выписывали, там, писать в чеки. Ну, какой героизм? Ну, у меня вот такого вот роста, исполня СССР, красивый Олимпир Сметанин, совершил подвиг для нашей группы. Во-первых, я уехал вот в Коломой, в Желтушный, смартил в тяжелой форме. Два дня, то есть, две недели, каждый день в Желтушный всю команду. Потом его отправили в Ташкент. И три месяца его не видели, и думали, он дома давно уже. А на четвертый месяц, в восемь месяц аэропорта, такой-то мне странный человек к тебе приехал. Сидит оборванный, как хрен вообще Олимпир Сметанин, вот такой вот, под грибки его вертолёчек. Вот он, тощий, как смех. А он же не сомневался, что, значит, что он из Каскада, что он пограничник, тем более, и нельзя было. И вот отправили в Ташкент, его вылечили, выпустили, иди куда хочешь. Ну, нельзя вот Желтуха третьей степени, не хватит туда, иди домой, а вот отдыхал. А он коми СССР, вот тебе Ташкент, и где коми, можно купить. И не дели, не копейки, у него даже водилку украли в госпитале. И у него кедры такие, китайские, какие-то, битом забатаны, он не пришёл. Немного, а есть, от Ташкента через границу, и до Файзабана туда, а не до Востока. Я потом с ним разговаривал, забрал его, когда коми, с Романом. Когда стал разговаривать, я даже спрашиваю, чего не сталкивался. Он привёз с собой аттестат, Сметанин плюс пять, продать аттестат, плюс пять человек. И, значит, пять таких, как Альцов, выпустили, скажите, походите, ребята, вот у вас на пропитании, у вас любая армейская часть по этому аттестату. Два старых выпусков разбежались, а он с этим аттестатом через весь Афганистан, от Ташкента, да, всякая. Я даже спрашиваю, как, вот как, он говорит, командир, по-разному. Я говорю, что, в Царганску езжу, а не сталкивать в Царганску. Куда, как он, каскадёр-то. Да он запрещен вообще, как говорить, кто он, из какой части, вот такой, ну, экстременянский там. Болшебный, грешки. Я даже, конечно, ничего не сталкивать, не точно, не заверновали, а чего повар, я понимаю, как душа маленькая. Видно, что не мучил, он только крутил, старше пришёл. Осталось сослужить, меньше статьи. Вот и подвиг, да, командир. Кого назначил без него, тот и ящицу поджарить не мог. И как тоже в честь поджарить не мог. Кто-то такой, Витя Коновалов, Ростова, его составили в исправлении, там выходил. Я тут, смертельный шпыня заставлял, ну, там, бедовчинка была, по ночам тушок ужарить, они поднимут в обедняк, нет, глаз там, бедовчинка не ходил. Пока я не сказал, он попроил всех, я понимаю, прорывается, вот он, вот, там, горячий, вот. Вот, Вася, заместитель мой. Значит, он мастер спорта по вольной борьбе и по коротеку. Зам по контрразвестнику. Я говорю, вот, Василий Васильевич, вот, был бы, я говорю, давайте по-мужски. Вот, мы все погодные носим, нет, ничего, так, никто не знает, не командир, все с усами, там, трое, с парадой, там, оксакалы какие-нибудь, забрели. Так, давайте, идите, вот, выясняйте, вот, заняйтесь на площадку. Чего вы, представь, кажетесь, что он потом, где-то, молчит, не говорит, откуда-то. Я сам знаю, чем-то. Вышел кто-то один, так, спросил, показал прием, вышел призывок берегу, говорит, все, успокоилось. Ну, все, на раму, ну, что ты, он маленький такой, еще плетиковый, ты его домой возишь, едешь, едешь, спроси, а она, куда-то, спорная борьба. Все, как, что он говорит, ну, вот, это подвиг у сметаны, вернуться, а почему, он говорит, ну, ребят, ему, его бы никто не хватил, ни КПБ, ни погром войска, иди, дали жать, денег нет нифига, ну, так, он мог пойти туда, чтобы, ну, по территории захвачили, покормили, чего он там рассказывал, я не знаю, его грозили бесплатно кормить, месяц не грался. Ну, вот это, для этого, батюшка, надо сказать, а ради этого, патриотизм вот такой, наш, для команды, для нашей патриотизмы, такой, потому что надо стать нормально питаться после этого. Извините меня, безумие. Очень в этом замедленный призывок. Ну, понимаете, вот, два очка и тридцать человек, ничего, и всех коновалов кормят. А я их потом всех отпаивал. Мощнейшие средства берешь, делаешь из этого, из, как его, крахмала делаешь клестер, чем клеют обои, и туда на кружку ложку этого, йода. Отвратительная жидкость, свет от такого фиолетового, ядовитого, ну, цемент, все. Это я еще когда ходил там, в деговоре, искал, в Монгоштабе искал, в каких-то, варкоцеллюбах. Все отшибает, никакие врачи не нужны. Кремлевская и таблетка. Да, кремлевская, вот точно как кремлевская. Кремлевская. Так что, вот, горы. Мы жили в Гаре, там были вершины массовые, разного цвета они, видишь, да, серый скал, красный скал, зеленый какие-то. Нет растительств никакой, ручки пересохшие, но такие, трехленинных, таких, там, эти люди ходят, что-то суетят, смертонят, что-то, 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 как они умонрялись там. Но горы вокруг стоят, и мы их среди, и полк наш. Вот, вот, вот они могут свердить. Вот выходишь, как горы, горы, крикнешь, э-э-э, там крикнешь. Вот, ну вот эти горы-то, стрелять нельзя, в лавины где-то сходят. Нет, и там вершина Кпомира. И там вершина Кпомира, Кпомира, там, пойду, даже Кпомира начинается. Даже, кроме Рената Шафикова, никто не полез туда, знаете Рената Шафикова. Да он, да он, божественный человек, и ребята из Европы, погибших вытаскивали, а уже четырех вытащили. Все мы себя там готовы, где, знаете, как вы смотрите, упало, и так, никто не... А когда вытаскивали, в релегальном подпольном восклющенном Бадакшан, поигрывали. Ну, горы, и видишь, какой ты ничтожный, черти чем ты занимаешься здесь, во славу государства, которым горы... И вы не знаете, а такое есть, это одна шестая света, потому что Диндукуша. Залежь на горы, тут горы, там горы, здесь горы, везде горы, совершенно Диндукуша, видим только Диндукуша. И еще пустыня. А из пустыни, тем более, горы все видны, где-то, не в мираже, а вот там. Тут горы залей, здесь горы залей, там, где-то, варис, есть, обезьян, без попугая, там еще, тут горы. И видишь, какое ты ничтожество человека, потому что, видите, это... А то, что, кричный копчер будет там, амарин. Вот, да. Так я про горы, вот, заканчиваю все это, все равно. Вот я и помню. Я наши горы видел, но почему-то, ну, и брусин. У нас, в Терсково, в Сочи, там тоже горы, едешь-едешь в этот самый, где сейчас Олимпическое, Красную Поляру, да, по серпантинам, тут обрыз, там горы. Но это не то, это не то, это не то, горная страна, я просто говорю, я почти позабыл все мои походы. Только почему-то забыть не могу, как стоят под пернает небесные свободы, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Как стоят под пернает небесные свободы, горы в белом снегу, горы в белом снегу. И глядели на нас, челиво и строго, горы в белом снегу, горы в белом снегу. И глядели на нас, челиво и строго, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег шпыганый, лежит на вершинах, где нет рот, не найти ни проезжих дорог, Не доступен ни танков, ни бронемашинам, только стердым подошвом салатских сапог. Не доступен ни танков, ни бронемашинам, только стердым подошвом салатских сапог. И тогда, загорелись огнём перепалы, Я срывом трещала в бронях ледников. И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных силе. И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных силе. Я немало ходил по морям и по сушам, И в другой стране на чужом берегу вспоминал почему-то Хребты гендукуши, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Вспоминал почему-то Хребты гендукуши, Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Там в больших городах плещет море вскоре От потока машин Нескончаемый гул, но закрою глаза И встают предо мною Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горь, горе в море небес, как великое чудо, Будто в пене волна замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу. И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Снегу. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам вечер. Я еще... Просто времени мало. Это была суббота, тогда я вас замучил. Удра. Войной и любовью. И песни пиратскими этими. Нет, утра-то уже... Николай... Это раньше было. Я вам желаю счастья доброго мира. Ничего не бойтесь. Самое страшное уже позади. Любите, живите. Украину. Если есть друзья, спасайте их. Хорошие друзья. Приб Lemon. Пойдем. Пойдем. Пойдем.